В последнее мое наблюдение 24 числа я заметил, что они это увидели и поняли. Когда мы этот Газпромовский банк прихлопнули, они все поняли. Все страдают. Ах, Лукашенко посадил. А мы никого туда не звали. Мы действуем по закону, как это было всегда. А как и наши 640 миллионов долларов через банк отмыли и в Латвию перечислили. Американцы этот банк накрыли за отмывание денег. И когда я вижу миллионы, миллионы долларов выкачано, это же на нас заработанные деньги. Скажите, а какие должны быть мои действия? Дальше больше. Когда осуществили выемку в банке, что меня поразило, во всех основных яшейках лежали флешки, жесткие диски и горы документов. И когда мне доложили про эти флешки, жесткие диски, я понял, что там огромный пласт информации. И все, ах, а почему его раньше не арестовали? А почему вчера пирог не съели, а едим сегодня? А потому что не готовы были доказать все это. Потому что в декабре только прошлого года мы были проинформированы о том, что там происходило. Два с половиной года нам не давали эти данные. Я говорю, если бы американцы не надавили на латвийский банк в прошлом году, сейчас идет там следствие, вряд ли бы дали эту информацию. И самое главное, вот эти мешки черные, денег и картин, их начали готовить к вывозу из Беларуси. И мы должны были пресечь эту акцию. Поэтому в это время и пришлось осуществлять эти мероприятия. Если уж вникать абсолютно в подробности. Я хочу, чтобы вы понимали мою политику, особенно вы, руководители нашего центрального региона. Я об этом говорю везде. Вы знаете, сколько нам пришлось спросить с ваших коллег. И некоторые, к сожалению, оказались за решеткой. Если вы кто-то нацелены на то, чтобы что-то продавать подешевле, откаты получать и взятки, мужики, не со мной. Вы за меня и не голосуйте. Я не могу спустя четверть века перечеркнуть борьбу с коррупцией, с которой я начинал, будучи в парламенте председателем комиссии по борьбе с коррупцией. Не потому, что кто-то там чего-то украл, а потому, что коррупция это ржавчина, которая разъедает общество и экономику полностью.